всем доброе утро меня зовут мария и сегодня мы отправляемся в путешествие в россию если конкретнее то в череповец в мой родной город и пользуясь случаем мы решили записать видеоблог сейчас мы находимся здесь на станции ойти и ждем поезда который отвезет нас в лахте скажу сразу что наше путешествие будет осуществляться с двумя пересадками на трех поездах и вот мы решили показать вам как это все будет происходить что за поезда какие они в общем думаю вот интересно оставайтесь с нами ну вот мы уже и в поезде едем в лахте и зойте поезд подошел такой красненький старенький вообще то есть бывают два типа электричек один вот эти вот красные они почему-то чаще всего ходят между рихи мягкие лахте есть еще таки новые белый зеленые они покрасивее и потише тут как бы шумновато все таки в поезде но вагон практически пустой всего два человека едет с нами вот погода испортилась дождик пошел ну череповцы вроде бы обещают жар кстати билет от нас до лахте стоит 4 евро 10 центов это я все рассказываю вообще для того что может быть кто-то соберется к нам в гости и у меня очень часто спрашивают как до вас добраться ну вот может быть это видео поможет тем кто собирается к нам поехать как до нас добраться пока как бы это такой наверное самый оптимальный способ самый удобный самый быстрый это поезд раньше летал самолет из череповца до хельсинки что тоже было прекрасно полтора часа в полете ты в хельсинки вообще красота но сейчас этот рейс отменили и поэтому приходится добираться на поездах есть еще маршрутки которые уходят из питера до финляндии принципе доведут вас до любого адреса но я раньше ездила на таких маршрутках главный минус том что они едут очень долго они витком набиты людьми и всем нужно по разным адресам и иногда это занимает очень много времени пока по всем адресам всех разберут и часто оказывается так что ты остаешься последним вот поэтому я с тех пор на маршрутках ездить перестала ну и хотели нам продать билет но мы уже купили через мобильное приложение так вот маршрутки я не рекомендую сама перестала им пользоваться именно за вот этого неудобства поэтому только поезд два с половиной часа разделяют лахти и санкт-петербург конечно это очень хорошо и удобно вот ну а поезд аллегра мы покажем вам чуть позже когда сядем в него ну вот мы и в лахте наш поезд из ойти довез нас до лахте примерно за 30 минут и еще 30 минут нам нужно здесь дожидаться аллегра на информационном табло уже написано я вижу что в 1147 прибывает наш поезд и мы его немножко подождем кстати в этом поезде к нам подошел человек мы думали что это контролер потому что это часто явление финских поездах но это был просто продавец билетов билеты у нас уже были куплены как я сказала ну идем теперь аллегра наш следующий поезд следующая пересадка какой у нас есть а а Продолжение следует... Продолжение следует... ...забит до отказа чемоданами и людьми. Видимо, просто какой-то наплыв туристов сегодня. Зато другие вагоны почему-то свободны. Видимо, наш самый приятный и интересный оказался для них. Ну и мы решили, воспользовавшись моментом, после финской проверки документов, переместиться в вагон-ресторан. Мы взяли здесь чай, кофе и по сэндвичу. Значит, по ценам сразу. В Аллегро в вагоне-ресторане вы можете купить чай или кофе за 2,50 евро. И вот такой вот сэндвич с олениной. Я так понимаю, сюда входит хлеб. Чуть-чуть оленины, яйца, зелень и овощи. И вот все это удовольствие стоит 6,90. Ну, поскольку кушать нам захотелось сильно, мы сшили не экономить и поесть хотя бы так. Приближаемся к границе. И вот чувствуется здесь уже теплая российская погода. Насколько я знаю, там вообще жара. А мы уезжали из Уити. Там был достаточно прохладный, еще и дождь шел. Мы посмотрим, как там будет. Впереди нас ждет еще примерно 2 часа в пути. И переезд с одного вокзала на другой, с Минляндского на Ладожский. И посадка уже на поезд до Череповца. Тот переезд будет самым долгим. Ехать от Питера до Череповца 8 часов. Да, кстати, сейчас мы едем на Олегро. И билет на Олегро стоит 21,84 евро. Это, наверное, одна из самых таких низких цен, которые вообще бывают на билеты на Олегро. Средняя цена от 29 до 50 евро. В зависимости от того, когда вы их покупаете. Чем раньше, тем дешевле. И от сезона и от дня недели тоже это может зависеть. Поэтому надо следить за ценами на сайте. Ну, будем пробовать. Что нам тут предложили за 6,90? Сейчас мы находимся на Ладожском вокзале и ждем отправления нашего поезда до Череповца. Мы благополучно добрались на Олегро до Финляндского вокзала. Там сели в такси. Доехали на такси до Ладожского. У нас был час времени. Мы успели зайти в магазин, немножко перекусить. И вот сейчас мы уже положили вещи в вагон. И вот вышли, чтобы записать маленький такой момент. До Череповца осталось 8 часов вот на этом поезде. К сожалению, у нас хоть и купе, но вагон такой старый. В нем даже нет розеток, чтобы зародить мобильный телефон. Но, в принципе, в дороге он будет особо и не нужен. Потому что практически на протяжении всего пути нет сети. И невозможно пользоваться мобильным интернетом от Мегафона. К сожалению, в России до сих пор не стопроцентное покрытие, как, например, в Финляндии. Но я думаю, у нас будет время пообщаться, отдохнуть, попить чаю. Ну и, в общем, такие вот дорожные дела сделать. Ну, теперь до встречи в Череповце. Ну, вот мы и в Череповце. Сейчас я стою на главном перроне нашего железнодорожного вокзала. Главное здание вокзала с надписью «Череповец» находится за моей спиной. Сейчас полдень. И, как вы понимаете, мы пришли сюда специально, чтобы записать финал нашей истории. Потому что приехали мы вчера, в час ночи. Было уже поздно, темно. И мы решили снять заключительную, как бы, часть нашего видео на следующий день, когда уже все-таки будет светло, и можно что-то разглядеть. Вся дорога наша от Ойти до Череповца на трех поездах заняла 15 часов. От Ойти до Лахти мы ехали на электричке полчаса. Потом полчаса в Лахти ждали «Аллегра». На «Аллегра» мы доехали до Санкт-Петербурга, до финляндского вокзала за 2 часа 40 минут. И потом у нас в Санкт-Петербурге было полтора часа времени на то, чтобы добраться от финляндского вокзала до Ладожского и пересесть на поезд. Поезд был проходящий на Челябинск. И вот в нем мы провели 8,5 часов. Это была наша самая длинная дорога до Череповца. Собственно, здесь мы были около часа ночи. Сели на такси и, собственно, отправились до дома. Погода хорошая, солнце светит, и начинается наш отпуск здесь. Ждите новое видео с рассказом о прекрасном городе Череповце. А сейчас я вас всех благодарю за внимание. Если вам было интересно это видео, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. И подпишитесь на наш канал, если вы здесь впервые. Будем очень рады видеть вас в нашей компании. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok